всем добрый вечер мы постепенно приближаемся концу истории иудейского царства сегодня мы поговорим о двух сюжетах один сюжет это как бы окончание предыдущего разговора в прошлый раз мы говорили о царе его я киме сынью шия у так как он изображается в разных библейских источниках и в частности отметили что книги ирмия у есть последовательная попытка переместить вину за будущее разрушение иерусалима с фигуры минаше на фигуру я кима это не удивительно если учесть что как раз ирмия у ратовал за идею индивидуального воздаяния он был одним из пророков которые цитируя известно на тот момент пословицу а вот ахну босар вишеней баним тихена отцы ели незрелый виноград а на зубах у сыновей оскомина это пословица по сути дела являла собой метафору наследственного воздаяния сыны платят по счетам своих отцов так вот ирмия у цитируя эту пословицу опровергает ее еще более последовательно последовательно это потом будет делать их искать а то есть в глазах этих пророков идея наследственного воздаяния неприемлемо вот поэтому то что есть попытка снять сменаше который был прадедом последнего поколения царей иудеи вину за разрушение храма она в этом плане понятно мы видели как и аким обретает все более зловещие черты такого ультимативного злодея проливающего невинную кровь и преследующего пророка теперь сегодня завершая разговор наш айо якиме я хочу чуть-чуть поговорить о его судьбе так как она изображена в танахи в этой связи есть как бы два две разных версии они в общем плохо согласуются друг с другом и у этих версий есть видимо какая-то связь с пророчеством ирмия у значит версия книги млахин звучит буквально следующим образом что в дни его и акима царь навуходоносор имеется ввиду навуходоносор второй халдейский царь вавилона и пришел в иудею пришел на территорию леванта и так что я ким оказался его данником в течение трех лет надо полагать что все это происходит как я в прошлый раз говорил видимо в 604 году до новой эры потому что именно тогда на уходоносор захватывает филистинские города на побережье и очевидно что иудея воспринимает это как явную угрозу следующая на очереди опять же иудею спасло от разгрома спасла от разгрома готовность ее кима сотрудничать с вавилонинами но видимо исходно он все-таки ощущал свою верность тому кто поставил кто привел его на трон фараону нехау и в конечном счете по истечении трех лет он восстал против вавилон то есть попросту говоря перестал платить дань это видимо это вполне согласуется с датами то есть потому что в 601 году согласно вавилонским же хроникам это был единственный год когда навуходоносор не выходил после попытки захватить неудачные попытки захватить египет он был вынужден разбираться с внутренними неурядицами у себя дома и это был удобный момент для того чтобы восстать что и делает его и ким дальше тут говорится что господь насылал на него отряды халдеев армии мавитян и аммонитян некоторые предлагают заменить слово аран на слово и дом поскольку армейского царства в тот момент вообще не существовало уже ни в какой форме армейское царство было уничтожено еще тегла пелесером ассирийским вот теперь можно у нас нет каких-то подтверждений этому сообщению о насылании отрядов да но можно предположить что действительно как бы дистанционно на уху на 1 на уху да носор сначала пытался подавить это восстание насылая какие-то местные отряды возможно здесь это подается естественно как божественное наказание как божественная воля господь насылал на него эти отряды и не столько потому что он восстал против вавилона в этом книга царей не видит какой-то какого-то большого греха а потом как исполнение исходного замысла как тут сказано уничтожить его как он говорил устами рабов своих пророков значит что это за рабы пророки здесь не сказано единственный пророк из уст которого мы слышим о том что его яким должен быть уничтожен это пророк ирмия у удивительно но факт еще его казнемся впоследствии что ирмия у как раз не упомянут книги царей ни единого разу но в любом случае согласно этому отрывку текста все равно вина за конечное уничтожение иерусалима лежит на минашение на ее акиме так это последовательно в книге царей как сказано в третьем стихе ахальпи адунай хайтаби иуда ля асирме аль панавбе хатот минаше к холя роса это все было в плане бога уничтожить иудею за грехи на наши который совершал разные грехи и в том числе как дальше опять же цитируется это то что было сказано и раньше что он проливал невинную кровь и наполнил ею иерусалим от края до края и бог не захотел простить и все это то что рассказывается иоакими в книге царей дальше говорится что он умер и был похоронен вместе со своими отцами в семейной усыпальнице и вместо него воцарился сын его иоахин такова эта версия теперь есть другая версия которая содержится книги девыри амим мы сейчас ее посмотрим значит книги девыри амим рассказывает следующие вот это выделенные у меня стихи как бы все предыдущая предыстория рассказывает книги девыри амим следующее что на ухода носа царь вавилонский поднялся на иудеи также как книги цари но при добавляет и взял в плен ио якима заковал его в кандалы с тем чтобы увезти в вавилон а также взял храмовые сосуды на ухода носа вавилон и увез их свой вавилонский дворец значит как бы эта версия не согласуется с версией книги царей и поскольку из нее вроде как получается что иоаким уже не вернулся в иерусалим а стало быть видимо умер в вавилоне потому что вслед за этим текстом сразу же сообщается о воцарении сына его иоахин теперь что за этим стоит стоит ли за этим какой-то исторический источник который почему-то опущен книги царей или же это опять-таки плод воображения автора книги девыри амим который пишет персидскую эпоху значит я хочу для того чтобы попытаться как-то ответить на этот вопрос однозначного ответа у нас не будет но я хочу обратить ваше внимание на два пророчества иермияу который автор книги хроник автор книги девыри амим разумеется знал он во многом опирается на пророков иермияу и их искали вот одно из них это 22 глава книги иермияу где содержится пророчество о царях иудеи главным образом а сыновьях ниши я у и в частности так говорится так так сказал господь ой 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 акины сын юши я у царей иудеев его не будут не будут оплативать не скажут о нем о горе брат мой Его не оплачут, его не оплачут, и более того, как тут сказано, его могилой будет похоронен подобно ослу, выброшен будет за пределы Иерусалима. Иными словами, почетной могилы царской он не удостоится, его не оплачут и не похоронят, как подобает царю. В другом месте у Ирмияу, мы это читали в прошлый раз, в той главе, где рассказывается о том, что царь Иоаким, выслушав пророчество Ирмияу, разорвал свиток и бросил его в огонь. Так вот здесь тоже говорится, поэтому так сказал Господь Иоаким и царей Иудеи, не будет у него, сидящего на престоле Давида, а его труп будет выброшен на жару днем и на холод ночью. Значит, итак, из этих текстов явствует, что, по крайней мере, Ирмияу угрожал Иоакиму от имени Бога, угрожал ему тем, что он не будет похоронен. Как этого должны удостоиться цари? Теперь мы можем задаться вопросом, а что это, собственно говоря, значит практически? Если царь умирает, умирает в Иерусалиме, то его где-то должны похоронить. Даже, согласно автору Деврия Иоаким, самых грешных царей где-то хоронили царей Иудеи, даже если не в семейной усыпальнице царей Давида. Но так, чтобы бросить в чистом поле труп, это, так сказать, такое довольно смелое утверждение. Теперь я предлагаю вам в качестве рабочей гипотезы, я не могу утверждать это наверняка, что автор Деврия Мим создает здесь своего рода такой мидраж и таким образом убивает сразу двух зайцев. С одной стороны, ему необходимо, во что бы то ни стало, наказать Иоакима. Напоминаю вам, что с точки зрения автора Деврия Мима, автора книги хроник, существует исключительно личное воздаяние, и оно неминуемо, неизбежно. Если царь грешник, он не может просто так умереть в своей постели. Не может. Поэтому рассказ о том, что Иоаким был пленен и уведен в Вавилон, может вполне отвечать его идеологическим ориентирам. С другой стороны, таким образом, автор книги хроник, автор Деврия Мим, пытается ответить определенным образом на пророчество Ермияу. То есть он как бы создает реальную почву для осуществления этого пророчества. Вот царь Иоаким не удостоился царских похорон, его никто не оплакал, потому что он был уведен в Вавилон, и там безвестно умер. А поскольку автору Деврия Мим было откуда черпать подобный сюжет, то ему было не очень сложно это сделать, потому что книга царей, и это, судя по всему, исторически вполне верно, рассказывает, во-первых, о пленении и уводе в плен сына Иоакима, о котором речь поет впереди, Иоахина. А во-вторых, то же самое произойдет с последним царем Иудеи, Циткияу. Циткияу будет уведен в плен в Вавилон, и там безвестно канет, исчезнет. То есть автор Деврия Мим мог использовать это как такой вот паттерн, как некоторый повторяющийся мотив, и его интерполировать в биографию царя Иоакима. Во всяком случае, поскольку нам ничего не известно, из каких бы то ни было внешних источников, ни о пленении Иоакима, ни о том, что храмовые сосуды были во время этого пленения увезены в Вавилон, а ведь ровно это самое рассказывается потом, когда разрушается храм во времена Циткияу, то храмовые сосуды забираются в качестве трофея. Значит, это все как бы, судя по так, не представляется. Автор Деврия Мим просто воссоздает в своем воображении вот такой вот печальный конец грешного царя Иоакима. Теперь интересно в этой связи посмотреть на еще один источник. Да, я только отмечу, что как бы последствия, поскольку автор Деврия Мим это написал, и книга его была, по сути дела, канонизирована, то как бы этот момент использовался более поздними авторами. Так, автор книги Даниэля использует это как вполне известный сюжет. Вот он говорит, что на третий год правления Иоакима пришел на Ухудоносор и осадил Иерусалим. Надо отметить, что автор книги Даниэля здесь довольно вольно обращается с датами, потому что Иоаким пришел к власти в 609 году до новой эры, а умер, согласно книге царей. И, видимо, это то, что предполагалось авторам книги Деврия Мим. Все это происходит через три года после того, что он подпал под вассальную зависимость от Новых Ухудоносора, то есть по меньшей мере прошло около восьми лет, а вовсе не три года по воцарению Иоакима. И дальше там говорится в книге Даниэля, что Господь отдал его руки, в руки Новых Ухудоносора и Иоакима и храмовые сосуды, и тот привел это в Вавилон. Это уже как бы репродуцируется версия автора книги Деврия Мим. В этой связи любопытно посмотреть на более позднего автора, на Иосифа Флавия, который, собственно говоря, уже аферирует всем библейским канонам. Перед ним есть и книга царей, и книга хроник. И он каким-то образом должен, что называется, гармонистически соединить эти тексты. Также, по сути дела, действовали и впоследствии мудрецы Талмуда. Так вот, вот что он пишет в «Иудейских бревностях», книга 10, глава 6, я цитирую. «Немного времени спустя, Иоаким, когда на него пошел войной царь Вавилонский, принял его к себе в город из боязни, что оправдаются предсказания пророка Ермияу». Значит, надо отметить, что принял к себе в город – это тоже как бы вольная интерпретация Флавия, которая основана на том, что будет сообщено о сыне Иоакима, Иоакиме, который действительно откроет ворота перед Новохудоносором. В надежде, что не подвергнется никаким бедствиям, он и не думал запирать перед вавилонским властелином городские ворота, равно как не решался воевать с ним. Вавилонин же, войдя в город, не подумал соблюсти прежние договоры, но велел перебить самых сильных и красивых из Иерусалима вместе с их царем Иоакимом, причем приказал труп последнего выкинуть без погребения за городские стены. Царем же, мух своей страной над городом, поставил сына его Иоакима. Значит, мы видим, что Славий пытается каким-то образом соединить версии. Он, с одной стороны, не рассказывает о том, что Иоаким был уведен в Вавилон, потому что это противоречит книге царей. С другой стороны, он как бы хочет найти какую-то точку соприкосновения между этими двумя версиями, и он ее вот таким образом, как бы такое равноденствующее, создает и говорит, что Навуходоносор ворвался в город, захватил Иоакима в плен и в соответствии с пророчеством Ермияу выбросил его за стены города, где его труба валялся. То есть он не был погребен. То есть таким образом, с одной стороны, вроде как соблюдается отчасти, версия книги царей, что Иоаким умер в Иерусалиме. С другой стороны, соблюдается версия книги Деврея Мим, что он был захвачен Навуходоносором. И с третьей стороны, соблюдается как бы версия или пророчество Ермияу, согласно которому Иоаким не должен быть погребен. А вот так вот создается, что называется, исторический мидраж. А постепенно, как такой вот снежный ком, нарастают подробности, детали, тексты, которые каким-то образом надо друг с другом соотнести. Такова судьба царя Иоакима. Есть ли какие-то вопросы перед тем, как мы перейдем к следующей нашей теме сегодняшней? Окей, тогда переходим к следующей нашей теме. Я открываю следующий файл, который откроет нам следующую страницу, предпоследнюю страницу в истории Иудейского царства. Мы будем сейчас говорить о племяннике и дяде, и о соперничестве между ними за право легитимного царствования. Значит, в качестве преамбул, что происходит после той или иной формы смерти Иоакима? К власти приходит его сын, которого зовут Иоаким, хотя имена звучат похоже, но это все-таки два разных имени, Иоаким, оба теофорных, оба включают в себя элемент тетраграмматона, но в одном случае есть корень кум, а Господь поднимет, восстановит, а в другом случае корень кун, Господь установит, укрепит, так вот, к власти приходит сын Иоакима, которого зовут Иоахин, которому удается править всего три месяца. Судя по всему, это число три месяца достаточно условно, потому что и про Иоахаза, первого из сыновей Йошияу, которые царствовали, автор книги царей тоже говорит, что он царствовал всего три месяца, то есть это как бы такой минимальный срок. Мы не знаем точно, сколько он царствовал, Иоахин, автор книги царей, не говорит о нем ничего хорошего, он стандартную формулу использует, «Ваяаса рабы имея дунайки холешираса авим», он делал зло в глазах Господа, все, что делал его отец, что он там успел сделать за три месяца, трудно сказать, вот, но как бы это последовательная линия книги царей. Все потомки Йошияу, все до одного, все четверо, по сути дела, порочатся, называются грешниками. Автор книги царей таким образом объясняет стремительное падение иудейского царства в бездну, что последние цари иудеи, то есть как приговор был произнесен из-за Минаше, но последние цари иудеи своим поведением лишь усугубили этот приговор и поэтому не было никакой причины его отменять. Так вот, как раз автор книги царей говорит, что в это время поднялся, пришло войско на Бухганосра, на Иерусалим и осадило город, после чего Йоахин сдал город, сдал без боя и капитулировал перед Новохганосром, поскольку, видимо, понимал, что сопротивление бесполезно. Все это происходит на восьмой год правления самого Новохганосра. А если переводить это на знакомые нам даты, то это 597 год до Новой эры. И именно здесь говорит автор книги «Царей впервые», что из храма, а также из царского дворца, выносятся все сокровища и все это Ханоноср забирает в качестве трофея и уводит в изгнание всю, как бы сказать, элиту Иерусалима. вельмож, главармии, в количестве, сказано, 10 тысяч, но мы на самом деле, опять же, это как бы число такое очень общее, возможно, что оно несколько преувеличено, всякий мастеровой люд, сказано, уведен в изгнание, остается только беднота, зулат, далат, амга, арать. И Иоахина изгоняют в Вавилон, с ним уходит вместе мать-царица, как тут сказано, жены царя, его охрана и как бы главы главы страны все уведены в Вавилон, то есть фактически страна обезглавливается с тем, чтобы погасить какие бы то ни было очаги возможного нового сопротивления или восстания. Вот. И воцаряют вместо них дядю Иоахина, последнего из сыновей Йошияу, которого зовут Матанья, и его имя меняют на Циткияу. Опять же, надо сказать, странный такой момент. Значит, с какой бы, по какой причине бы царь Новохудоносор потребовал бы изменить имя Матанья на имя Циткияу. То есть, судя по всему, как и в случае с Йоакимом, где имя Эль-Яким было заменено на Йоаким, речь идет о собственной замене, которую производит сам царь. И эта замена, она как бы, замена имени, она символизирует начало, новый лист жизни и знак союза с тем, кто его воцарил. В случае Йоакима это был фараон Нехо, Нехо, а в случае Циткияу это Новохудоносор. И в результате этого создается некая исключительная ситуация. Она недолго продлится. Она продлится всего-навсего около 11 лет. Но это ситуация, в которой есть как бы два царя у народа иудеи. Один Йоахин, которого угнали в плен и который, как мы увидим, некоторыми из представителей народа воспринимался как законный царь, который должен вернуться на свое царство. И Циткияу, его дядя, который является вавилонским ставленником, кто-то его принял, кто-то его отверг. Есть два таким образом центра. Есть изгнание, изгнанники вавилонии и есть те, кто продолжают находиться в Иерусалиме. К слову сказать, вот среди тех изгнанников, которые ушли с Йоахином, был в частности человек, который оказал огромное влияние на развитие еврейской теологической мысли, это пророк Ихискель, а кроме того, это уже как бы трудно исторически верифицировать, согласно книге Эстера, которой отдельно будет речь, как в это же время в изгнание ушел герой книги Эстер Мурдыхай. Теперь как бы после этой заставки мы поговорим о том, как действительно воспринималась вот эта двойственность разными фигурантами в Иерусалиме и в Вавилоне. Начнем мы снова с пророка Ирмияу. Пророк Ирмияу в той же 22 главе, из которой я уже цитировал пророчество о Йоакиме, имеет что сказать и о сыне Йоакима Йоахине. Он его называет здесь кониягу, сокращенным таким образом. На самом деле книги Эстера называется Ихония, здесь кониягу, это как бы две формы одного и того же имени, Йоахин, Ихония, Ихонияу, все зависит от того, где находится теофорный элемент. Так вот, он говорит следующее от имени Бога. Никогда не будет Йоахин, сын Йоакима, печатью на моей правой руке, на моей деснице. Понятно, что печать на деснице это символ дарования власти, что вот он, Йоахин, представитель Бога на троне Давида. Так вот, этого не будет никогда, говорит Ирмия. Он не будет печатью на моей деснице, я оттуда выброшу его, кемишам эткеннека, и я отдам его, и отдам тебя, это имеется в Йоахин, в руки тех, кто ищет жизни твоей, тех, кого ты боишься, в руки науходоносора царя Вавилонского в руки халдеев, и я выброшу тебя, отброшу тебя и твою мать, которая тебя родила в другую землю, выкину вас в другую землю, там, где вы не родились, но там вы умрете, а земля, о которой вы мечтаете, вернуться туда, туда вы уже не вернетесь. Дальше он называет Йоахина презрительными такими кличками, презренный истукан, разломанный презренный истукан коньяу, их униля, Йоахин, сосуд, которым никто не нуждается, это как бы такая ирония, аразиве и хоньяу это разбитый презренный истукан, сосуд, которым никто не нуждается, почему он выброшен, он и потомство его, брошены в землю, которую они не знают, земля, 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 послушай слово Господня, так сказал Господь, напиши, впишите этого человека бездетным, хотя стих назад говорилось о том, что он и его потомство, но это как бы имеется видимо в виду, это вообще такое символическое проклятие, лишение детей, но в данном случае это, судя по всему, имеется в виду, что ни один из его потомков не унаследует трон, неудачник, никто из его потомства не воссядет больше на престоле Давида и не будет царствовать в Иудее, то есть очевидно, что пророк Ермияу считает, что Йоэхин, равно как и отец его Йоэхин, люди, которые недостойны находиться на царском престоле. Возможно, он так считает еще и потому, что они пытаются вести политические переговоры с Египтом и принять свою зависимость от Египта. То, против чего Ирмияу выступал. Он считал, что единственная зависимость, которую можно принять в этой ситуации, это зависимость от Вавилона. Любопытно, что у Ермияу есть еще одно пророчество, поразительное пророчество, казалось бы, относящееся к, если не к концу времен, то к какому-то отдаленному будущему. Он начинает с того в этом пророчестве, 23 глава, что порицает дурных пастырей, под которыми очевидно подразумеваются вожди иудеи, которые теряют свои стада. И поэтому, говорит Господь Бог Израиля, об этих пастыях, которые пасут народ мой. вы рассеяли мое стадо, вы как бы за ними не следили, поэтому я накажу вас за злые ваши дела. А остатки стада своего я соберу из всех земель, куда я их рассеял, и они, я верну их на их пастбище, и там они будут плодиться и размножаться. И я поставлю над ними пастыри, и они будут их пасти, и они не будут больше бояться, не будут больше наказаны, то есть это будут хорошие пастыри. И вот здесь мы подходим к центральному моменту, вот подходят дни слова Господа, и я поставлю Давиду, становлю Давиду праведный, сращу у Давида праведный росток, цемах цадик, и он воцарится, и будет успешен, и будет творить справедливость в земле, здесь важны слова цадик цдака, и в его дни будет спасена иудея и Израиль, и Израиль будет жить спокойно, безопасно, и вот имя, которое дадут ему, Адонай циткену, Господь наша справедливость. Это, надо сказать, поразительный по дерзости ход, да, дать царю не просто, как бы сказать, теофорное обозначение, которое было, которое были приняты, да, вот мы видели Иои Ахин, Иои Аким с теофорным, с началом имени Бога, а просто, как бы целиком и полностью озвучить имя Бога, как бы фактически царь будет двойником Бога на земле, он будет носить его имя. Подобные дерзости мы встречаем разве что только в более поздней, так называемой литературе, литературе чертогов и колесницы, мистической еврейской традиции первых веков новой эры, а потом и в Кабале тоже, вот где, так сказать, говорится, правда, не столько о земных фигурах, сколько об ангельских фигурах, которые носят имя Бога, тетраграмматон. Здесь это как бы соотносится с земным царем, это один из текстов, который впоследствии лягут в основу мессианской еврейской традиции, но вопрос подразумевается ли здесь какое-то конкретное лицо или нет. По этому поводу существует спор между исследователями. Согласно одному из мнений, Ермияву имел в виду последнего из царей иудеи Циткияу, чье имя он здесь и обыгрывает. Три раза появляется этот корень здесь. Цемах цадик дздака ваарец адунай циткен. Когда три раза тот же корень появляется, очевидно, что это ключевое слово, такой ключевой корень, и он может намекать на царя Циткияу, который воцарился после изгнания Евехина. И с этим связаны мессианские надежды пророка. Это одно мнение. Теперь другое мнение, которое станет нам более ясным, когда мы в следующий раз будем говорить о сложных отношениях между пророком Ирмияву и царем Циткияу, заключается в том, что это как раз некое противопоставление Циткияу, в котором пророк разочаровался в конечном счете, и вот он как бы предлагает некоторую мессианскую альтернативу неудачному царю, который как бы будет носить имя переворота, перевернутое имя царя Циткияу Адунаи Циткен. Во всяком случае, и тогда это относится к какой-то далекой мессианской перспективе, во всяком случае, если все-таки исходить из этой первой версии, то тогда получается, что Ирмияву поддерживал, поддерживал, по крайней мере, в начале царствования Циткияу, его как кандидата и считал, что именно он имеет полное право царить, быть царем Иудеи и более того связывал с ним мессианские надежды. В скобках отмечу, что есть параллель у этого пророчества в 33 главе книги Ирмияву и там оно немножко смягчено. Там сказано, что не царь будет называться Адунаи Циткен, а город. Город. Там меняется немножко акцент. Вот. Значит, таким образом в пророчествах Ирмияу противопоставлены возможно Иоэхин как фигура неугодная Богу и Циткияу как фигура Богу угодная. теперь в то же самое время мы сейчас увидим, что у Ирмияу есть совершенно другое пророчество, по поводу которого ведутся споры. ведутся споры в какой мере оно действительно как бы соответствует тому образу пророка, который мы можем почерпнуть из одноименной фигуры. Вот это пророчество. 24 глава Ирмияу. Мы сегодня много с ним будем работать. Господь это видение. Господь показал мне две корзины со смоквами перед храмом Господнем после того, как Навуходоносор увел в плен Иояхина, сына Иоакима, царя Иудеи и всех, кто ушел с ним в плен. Вавилон. То есть очевидно, что эта заставка соединяет саму притчу с реальной исторической ситуацией. Нас готовят к тому, что эти корзины со смоквами что-то будут символизировать, связанное с этим изгнанием. В одной корзине говорится здесь очень хорошие смоквы, спелые а во второй корзине плохие смоквы, которые невозможно есть. Мы не будем сейчас вдаваться в это, но очевидно, что все это видение, все это пророчество основано на сне или можно сказать на снах фараона из книги Берешит, если вы помните, наверное, помните о коровах тучных и тудых, о колосьях полных и высохших противопоставляется подобным же образом и видимо в данном случае пророчество является отзвуком этого текста из книги Берешит. И сказал Господь мне, что ты видишь, Ирмиял? И я сказал, я вижу смоквы очень хорошие и очень плохие, которые невозможно есть. И было слово Господне ко мне. Так сказал Господь Бог Израиля. Вот подобно хорошим смоквам я признаю изгнанников иудеи, которых я отослал из этого места в землю халдеев я им буду благоволить. Я обращу свои глаза на них с добром и я возвращу их в эту землю и я их отстрою и не разрушу, посажу и не вырву. И я дам им сердце, чтобы познать меня, ибо я Господь и они будут мне народом, я же буду им Богом. Ибо они вернутся ко мне, обратятся ко мне всем своим сердцем. А плохие смоквы, которые невозможно есть, о них так сказал Господь, так отдам я цития у царя иудеи и всех его вельмож и весь остаток Иерусалима, который остался в этой земле и те, которые находятся в земле египетской, неожиданный такой момент возникает, о котором мы до сих пор не слышали. И я сделаю их ужасом для всех царств земли, позором и притчей во языцах, проклятием во всех местах, куда я их изгоню. И я нашлю на них меч и голод и мор, пока не уничтожу их полностью на земле, которую я дал им и их отцам. Вот такое пророчество, которое создает очевидный, если мы вдумаемся, когнитивный диссонанс. Только что мы слышали, что Иермияу явно порицал и отвергал Ио Яхина, ушедшего в изгнание, и вполне возможно привечался саткияу. Что произошло? Почему такой переворот? Как всегда в таких случаях мы не можем дать одного единственного ответа на этот вопрос. С одной стороны можно предположить, что произошло некое изменение в сознании самого пророка. Что те пророчества относились к началу царствования Циткияу, а это относится к концу, когда Иермияу разочаровался в Циткияу, восставшего против Вавилонин и пророчествует ему столь печальную судьбу. С другой стороны можно сказать, что в количественном счете он не говорит здесь каких-то хвалебных слов о Яхине. Он говорит о том, что люди, которые были изгнаны в Вавилон, они в результате раскаются и обратятся к Богу всем своим сердцем и поэтому будут возвращены. В то время, как те, кто остались в Иерусалиме, погрязли в грехах и поэтому будут наоборот уничтожены, изгнаны. Это один вариант ответа. Теперь существует другой вариант ответа, который всегда по принципу Шелка Холмса у Конан Дойля никогда не надо отвергать возможную альтернативную версию. Современные библеисты обращают внимание на то, что вот все, что мы читаем о Иермияу, весь тот образ, который складывается из его аутентично по всему пророчеств, которые есть в его книге и рассказов о нем. Из всего этого возникает образ человека, который, хотя и пророчествует о том, что иудея будет разгромен, но отнюдь не пытается выставить вот этот остаток людей, находящихся в Иудее, как таких абсолютных грешников, которым нет никакого прощения. Наоборот, до последнего он уговаривает, мы это увидим, он уговаривает их сдаться и сдаться Вавилонинам и в обмен на это обещает прощение от Бога. То есть это пророчество в 24 главе, оно как бы радикально в своем негативном отношении к тем, кто остается тем, кто остался в Иудее. Мы вряд ли успеем сегодня как бы полностью этот сюжет проработать, он перейдет на следующее занятие, но во всяком случае вот уже сейчас следует все-таки заметить, что для Ирмияу это не очень характерно и поэтому возникла встречная альтернативная гипотеза, согласно которой пророчество это было приписано Ирмияу, а создана была в среде вавилонских изгнанников, которые воспринимали себя как тех, кто должен вернуться и возможно вместе с царем Иоахином, а те, кто остались в Иерусалиме во главе с циткияу, есть никто иный как узурпатам и они должны быть наказаны. Таково было мнение, мы увидим это в дальнейшем, таково было однозначное мнение пророка Ихискеля. Для Ихискеля это было вполне естественно, он сам находился среди этих изгнанников и он последовательно поносил тех, кто оставались в Иерусалиме и поднимал на щит тех, кто были изгнаны вместе с Иоахином вавилон. Тем более, что здесь, как вы видите, упомянуты те, кто находились в Египте. Мы не знаем точно, когда возникает еврейская популяция в Египте. У нас есть сведения, например, о еврейском военном гарнизоне в Элефантине, как это называется на еврейте, поселение Ев, начиная, наверное, с 5 века до 2 эры, это уже персидская эпоха. А в самой книге меня рассказывается, что после разрушения храма часть оставшихся в иудеи людей, опасаясь вавилонского карающего меча, бегут в Египет. Опять же, этот сюжет мы еще затронемся во время. Так что ощущение такое, что как бы это пророчество исходит уже из ситуации, в которой есть беженцы в Египте. То есть пророчество, что называется постфактум, уже после того, что разрушение Иерусалима произошло. Но, опять же, повторяю, это некая гипотеза, некая модель. Сейчас я вам представлю рассказ. Рассказ, он как бы это расставит позиции, может быть, чуть более ясной форме рассказ о Иерамияу. А вот тут говорится, что происходит в начале царствования Цитхияу царя Иудеи. Это четвертый год его царствования, то есть, если он воцарился в 597, то, соответственно, примерно 593 год до новой эры. Иудеи еще остается 7 лет существования как царств. И вот тут рассказывается о столкновении между двумя пророками. Один пророк это Ирмияу, а другой некто Ханания Бен-Азур, пророк из Гевуона. Столкновение это происходит на территории храма перед глазами священников и всего народа. Вот этот Ханания обращается с таким пророчеством. Так сказал Господь воинств, Бог Израиля. Я разобью ярмо царя Вавилона. Через два года я возвращу на это место сосуды храма Господня, который взял науходоносор царь Вавилона из этого места и забрал Вавилон. То есть во время изгнания Иоахина. А самого Иоахина, как он тут опять называется Яхония, Яхония сын Иоахима, царя Иудея, и всех, кто был изгнан вместе с ним, я возвращу в это место слово Господне, ибо разобью ярмо царя Вавилонского. Очевидно, если вдуматься в то, что здесь происходит, мы не можем опять же верифицировать происходящее, но исходя из предположения, что это отражает какие-то реальные настроения в Угде и того, мы видим, что были люди, представителем которых являлся Ханания Бен-Азу, Ханания Бен-Азу, которые жаждали возвращения Иоахина на царство, а он как бы произносит это, видимо, с некоторой опасностью для своей свободы, потому что есть царь, царь Цитхия, у которого может вполне не понравиться то, что он здесь говорит, вот он утверждает, что Науху-Дан-Оссар падет, все это произойдет через два года, пророчество, которое не исполнилось, потому что в 591 году Науху-Дан-Оссар был вполне силен, ничего с ним не случилось, но, видимо, какие-то вот такие чаяния имели место, значит, ему осталось всего два года, и все будет возвращено на место. Теперь, Ирмияу в этом рассказе выступает как оппозиция, этому мнению, но оппозиция сдержана, то есть очевидно, что Ирмияу не поддерживает народ. Ирмияу говорит здесь, обращается к Ханане и говорит с одной стороны так, Амен Кен Ясе Адунай, примерно так можно сказать, Якем Адунай Двореха, дай Бог, чтобы ты был прав, я как бы говорю Амен, таким образом Ирмияу вроде как выражает поддержку тому, что говорит Ханане, но тут же он обращается к нему со следующей речи, но послушай, что я скажу тебе, тебе и всему народу, пророки, которые были до меня и до тебя, пророчествовали о многих странах и о многих царствах, говорили про то, что их ожидает война и беда и мор, пророк, который пророчествует о мире, его слова должны быть подтверждены, когда они исполнятся, тогда станет ясно, что этот пророк послан Богом на самом деле. А я сейчас как бы не вдаюсь в вопрос о том, есть ли здесь какое-то противопоставление между пророками, пророчествующими Кудое и пророками, пророчествующими Доброе. Мудрецы в свое время это разделение сделали, неочевидно, что оно здесь есть. Мы видим, что Ирмияу очень осторожно подвергает сомнению слова Ханании. Сам же Ханания ведет себя очень безапелляционно по отношению к Ирмияу. Он берет а дело в том, что у Ирмияу это об этом рассказывается в предыдущей главе на шее ярмо, которое является символом власти Вавилона, которую необходимо принять. И вот он берет это ярмо, снимает шеи Ирмияу и ломает его у всех на глазах, разбивает у всех на глазах и говорит так перед всем народом. Так сказал Господь, так разобью я ярмона Вахудоносора царя Вавилона через два года сниму с шеи всех народов и Ирмияу ничего не отвечает. Он вынужден уйти молча. Дальше рассказывается о том, что Бог обращается к нему и говорит, что вот Ханания разбил деревянное ярмо, а я сделаю вместо ты сделаешь вместо этого ярмо железное и Ханании как бы пророчествует предвлекается невинуемая смерть за то, что он пророчество ложное. Вот потом соответственно любопытно, что в Кумране, а потом и в литературе мудрецов Ханания будет причислен к так называемым ложным пророкам на основании этого рассказа. Но то, что мы можем с очевидностью утверждать, что как бы Ирмияу здесь придерживается другого мнения и вовсе не считает, что Йояхин вернется и что он должен вернуться. Как бы мы здесь с вами дошли до еще одного текста Ирмияу, который мы видимо уже обсудим в следующий раз. Его письмо, которое он отправляет из Гнаника Бавилона и какую реакцию это вызывает. И также поговорим о том, как пророки Хискель, современник Хискеяу, современник Ирмияу, пророк, находящийся в Бавилоне, как он реагирует на происходящее. То, что мы не успели сегодня рассмотреть, время наше вышло. Вот поэтому вопросы замечания пожалуйста можно задавать. Я только единственное последнее скажу перед тем, как предоставлю вам возможность задать вопросы и сделать замечания, что мы здесь по сути дела видели. Мы начинаем наблюдать соперничество, повторяю, между двумя центрами. Центром Вавилонии и центром в Иерусалиме. К чему это все приведет, мы увидим в дальнейшем. небольшое замечание. Да, пожалуйста. Не безразумение, а просто то, что ты сказал, что про Эльгияу не очевидно, что он имел в виду, какие позитивные или негативные пророчества исполняются. он я сейчас точно не помню в какой главе там плохо ложится эта книга, в смысле фронологии нет там, но он там говорит, что иногда я скажу про какие-то царства к добру, а потом они там решат и все получается плохо. Это 18 глава книги Эльгияу. Он сам говорит, что пророчество исполняется не всегда, а когда меняется ситуация, оно может не исполниться. Это верно, да. Поэтому я знаю, у Хазаль есть такая идея, что хорошее пророчество всегда исполняется, но сам Эльгияу, он как бы из него не следует. Совершенно точно, я с тобой полностью согласен, поэтому я как бы сразу же сказал, что я не хочу в это дело вдаваться, что действительно это обсуждается в Талмуде, говорится о том, что да, действительно, вот исходя из этого текста Эльгияу, ясно, что пророк, который пророчествует доброе, значит, оно с необходимостью исполняется, и тогда становится ясно, действительно ли послал его Бог, потому что если оно не исполнилось, это не потому, что Бог его отменил, а потому, что это ложный пророк, в отличие от пророчеств беды, которые могут быть отменены, ну, как ты сама справедливо совершенно говоришь, в 18 главе Эрмияу, там совершенно зеркальное соотношение между двумя типами пророчеств, и те, и другие могут быть отменены в зависимости от поведения рецепентов этих пророчеств. да, но еще, по-моему, я сейчас не могу вспомнить, мне кажется, во всяком случае, не в Талмуде, может быть, но у комментаторов есть мнение такое, что Хананья Беназу был настоящий пророк, но просто потом, он сам не понимал, что пророчество на самом деле оставило. обсуждается и в Талмуде тоже, обсуждается, обсуждается, вопрос о том, что, как бы, действительно ли он был пророком-лжецом, который пророчествовал ложное, совершенно сознательное, или он как бы просто верил в то, что говорит, но ошибался. И это вот как бы похоже с этой сцены, видимо, Эрмияу, когда он совершенно искренне, по-моему, говорит, Даме, то есть, видимо, он знал как пророка, поэтому он как бы... Надо полагать, что он знал как пророка, говорит ли он искренне здесь Амен, или не искренне, трудно сказать, потому что, опять же... Это как бы так, самительно. Это может быть некой риторической фигурой, что, да, я как бы и сам бы хотел, чтобы это все исполнилось, но не уверен в том, что это действительно... Мне как раз кажется, что он тут не уверен, потому что после этого он получает пророчество, что это действительно так не будет. Если бы он и так, это все как бы ему было ясно, не нужно было потом подтверждение с небес, что такие, да, это пророчество ложное. Возможно, возможно, опять же... Как бы... У меня ощущение такое, я не уверен. Возможно. Я просто, как бы, опять же, повернул это немножко в другую сторону, сказав, что, в принципе, симпатии Ирмияу исходно не были на стороне Иоихина и изгнанников. Значит, и он вовсе не считал, что они в скорости вернутся, а вот пророчество, которое мы не успели прочитать, там он озвучивает знаменитое утверждение, что плен продлится 70 лет, что надо готовиться к долгому плену. Мы поговорим еще об этом. Еще вопросы, замечания? Что-то осталось неясным. Да, Алекс, вы хотите? Да, если можно. Да, Все-таки хотелось бы все-таки уточнить в итоге судьба Иоахина. Судьба Иоахина это интересная вещь, мы до нее дойдем, я специально это как бы оставил немножко в стороне, потому что книга царей заканчивается упоминанием о судьбе Иоахина это, конечно, не случайно, то есть редактор совершенно сознательно рассказывает там о том, мы это увидим, что Иоахин при наследнике Новходоносора был выпущен из тюрьмы вавилонской и как бы был таким, ну что называется, кукольным царем, то есть царем без царства. Ему были возвращены царские регалии, но при этом как бы он сидел в плену. Любопытно, что это упоминается в вавилонских хрониках, имя Иоахина как царя, получающего он сам, его дети, там это упоминается, что вот они получают постоянное содержание при вавилонском дворе, вот, видимо, он там умер, как бы в конечном счете, нигде, нигде у нас нет никаких никаких указаний насчет того, что сам Иоахин когда-либо вернулся в Иудею. Но согласно книге хроник, знаменитый персонаж, который двояким образом связан, который связан, короче говоря, судя по всему, с Иоахином, согласно книге хроник, он был его потомком, что вот зарубавый Бен Шелтель, который был вождем тех, кто возвращался из Валилона Персидского плена, что он был потомком Иоахина. А почему я говорю двояко, потому что это не только в книге хроник, но в пророчестве пророка Захарии, который был современником строительства второго храма, то есть это как бы как раз вот время возвращения изгнанников, изгнанники начинают возвращаться после 538 года до новой эры, храм строится примерно в 520, вот, и вот он там говорит тоже о, использует образ из Ремияу Цемах, подразумевая как раз Зарубавеля, но что интересно, что он с одной стороны использует образ из Ремияу, который тот по-видимому относился к Яу Цемах Цадик, а при этом намекает на потомка Иоахина, говоря, что он будет как печать на моей руке, говорит Бог. Это ровно то, что говорил Яу про Иоахина, отрицая их. То есть такая сложная игра, связанная с судьбой Иоахина и его детей. Еще какие-то вопросы, замечания? Слышно? Да, пожалуйста, Александр. Да, Александр, конечно. Доктор Капелеонич, знаете, у меня очень простой вопрос, поэтому вполне он может оказаться трудным, не обессудьте. Окей, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, из всего обширного материала, который вы нам блестяще преподнесли, вы не могли бы выделить, какие нравственные уроки мы должны из него вынести? Спасибо. Нравственные уроки. Это действительно простой вопрос, который на самом деле очень сложный. Смотрите, сам библейский текст подразумевает главный нравственный урок, который заключается в том, что надо слушать Бога и его пророк. Но это, конечно, урок такой общий, что на него трудно опираться. Теперь как бы дополнительный, имплицитный урок. Я не знаю, можно ли его назвать нравственным, но в самом случае это исторический урок. заключается в том, что, с точки зрения, по крайней мере, наших авторов, историей правит Бог. И в истории заложен принцип воздаяния. И злодеям от этого воздаяния не уйти, равно как и те, кто праведен, может надеяться на на то, что рано или поздно добро и справедливость восторжествуют. Я не знаю, Александр, имели ли вы в виду что-то конкретное, но я скажу так, что мы сегодня живем как раз время, когда перед нашими глазами находится взбесившееся зло, которое уверено в своей безнаказанности. Так вот, какого зла хватает в мире и в Европе, и в Азии. И те, кто в Израиле, и те, кто в Европе, хорошо понимают, о чем идет речь. Так вот, нравственный урок, на мой взгляд, состоит в том, что не стоит думать, что в такой ситуации, говоря словами Данте, оставь надежду всяк сюда входящий, что наоборот, несмотря на временное торжество вот этого остервеневшего, впавшего в безумие зла, рано или поздно его ждет фиаско, и оно будет раздавлено. И в этом смысле Танах, как историческое произведение, оптимистично, именно потому, что оно исходит из того, что история не является каким-то ареной какого-то произвола, игры разных сил, а что за всем этим стоит некая единая воля, которая в конечном счете платит всем в соответствии с их делами. Не знаю, насколько я ответил, Александр, на ваш вопрос, но другого на данный момент ответа у меня нет. Лонь не уйдет от воздаяния. Я очень рад был это услышать. Вы ответили на мой вопрос. Спасибо. Пожалуйста, Александр. Еще вопросы, замечания, или мы на этом завершаем? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем большое. До встречи на следующей неделе. Окей. Тогда до следующих встреч. Всем счастливо. Пока.